Станислав Лем Загадка Для вас, считает Мещеряков, Артём Отец Цинконий, доктор Магнетикус, сидел в своей келье и поскрипывая, ибо нарочно не смазывался ради умерщвления металлической плоти, изучал толкования Хлорентия-Всиянского и, прежде всего, знаменитое рассуждение шестое — о сотворении роботов. Он как раз дошел до конца раздела о программировании бытия и теперь сосредоточенно вводил взглядом по страницам и с пещеринным разноцветными буковками, кои повествовали о том, как Господь, возлюбив среди иных металлов железа, вдохнул в него животворящий дух. Тут в келью тихо вошел Отец Хлориан и скромно встал у окна, дабы не мешать прославленному богослову в его размышлениях. — Ну как там, любезный мой Хлорианчик? Что слышно? — спросил чуть погодя Отец Цинконий, оторвав незамутненные кристаллы очей от фолианта. — Отче, — молвил тот, — я принес тебе книгу, только что проклятую святейшей коллегией по наущению дьявольскому написанную, сочинение этого богомерзкого мармагеддонца Лапидора, именуемого Галогенным, с изложением гнусных экспериментов, коими чьился он опровергнуть истинную веру. И положил перед отцом Цинконием тоненькую книжицу, уже снабженную соответствующей печатью святой коллегии. Старец отер чело, и крупицы ржавчины упали на страницы брошюры. С живостью взяв ее, он сказал, — Небогомерзкого, хлорианчик, небогомерзкого, а всего лишь несчастного по причине заблуждений своих. С этими словами перелистал он книжку, и, увидев название глав, как то о бледных мякотниках, мякишниках и размягченцах, о мыслящем твороге, о происхождении разума из неразумной машины. Слегка улыбнулся, впрочем, вполне добродушно, и, наконец, промолвил. Ты, хлорианчик, вместе со всей святейшей коллегией, которую я почитаю всем сердцем, судишь весьма опрометчиво. Ну что ж тут такого в этой книжке? Всякие бретни, высосанные из гайки, несусветная чушь, росказни и легенды, преподносимые уж не помню который раз. Что, дескать, какие-то мягкотелы или телотрясы, или, согласно другим апокрифам, колыханцы, они же трясунчики, в незапамятные времена сотворили нас из винтиков и проводов. «Вместо Всевышнего!» — прошипел слегка, задрожав отец хлориан. «Проклятия ничуть не помогут», — добродушно заметил отец Цинконий. «Если на то пошло, неразумнее ли смотрит на вещи отец Этерик от Фазотронов, который уже три десятка лет назад сказал, что проблема эта не богословская, а естественно-научная?» «Но, отче!» — едва не поперхнулся отец хлориан. «Это учение запрещено провозглашать экс-казедра!» «Они осудили мы его, единственно, из уважения к святости автора, который...» «Успокойся, любезный мой хлорианчик», — молвил отец Цинконий. «И очень хорошо, что не осудили. Не так уж оно нелепо». Этерик говорил, что даже если существовали некогда размягченцы, породившие нас в своих мастерских, а после сами себя погубившие, это вовсе не противоречит божественному происхождению всякой разумной твари. «Господь всемогущ и своей волей мог припоручить этим неученым бледнягам изготовление стального народа, который будет его словословить во веки веков, вплоть до всеобщего воскресения из ржавчины. Мало того, по-моему, думать иначе, то есть начисто исключать такую возможность, есть ужасная ересь. Можно ли, вопреки Писанию, отрицать всемогущество Божие? Что скажешь?» Однако же доктор святой теологии Киберакс доказал, что студневедение бледнолога Турмалина, которому следовал патер Этерик, содержит в себе не только тезисы, противные разуму, но и кощунство против веры. «Ведь там утверждается, будто желейники или студенцы изготовляли своих потомков студенышей не по типовым проектам, под присмотром инженеров-плодотворителей, единственным разумным способом, то бишь путем монтажа из полуфабрикатов, а напротив, не имея никакого образования, без всякой документации, кустарной совершенно бездумно. Ну ладно уж, нелегальный потомок, созданный по проекту, не утвержденному в Департаменте демографической промышленности, это еще можно понять, но без всякой документации. Это странно. Согласен. Но в чем ты видишь кощунство? «Прости, преподобный отец, но это мне странно, что ты не видишь кощунство, ведь если у них стенд ПДЭКС абруб, то экспромту получалось то, что у нас требует законченного высшего образования, конструкторских разработок и расчетно-теоретической экспертизы, то выходит, любой из них своими детотворительными умениями заткнул бы за пояс наших кибернетиков, докторов информатики и даже докторизированных доцентов. Как же так? Значит, любой юнец, не задумываясь, изготовляет потомство. Да откуда ему знать, как это делается, творить детей без диплома, без всяких знаний, одним махом, вернее запихом? Да простит меня Господь за такие слова. Ведь это предполагает потенцию creationis ex nihilo, творение из ничего, то есть способность творить чудеса, присущую только Всевышнему». «Значит, по-твоему, они либо гении детотворения, либо чудотворцы?» — спросил отец Цинконий. Но бледнолог Диализий писал, что хотя они изготовляли свое потомство без ученых советов и комитетов, однако не в одиночку, а парами, а это указание на техническую специализацию. О том же говорят дошедшие до нас термины, запечатленные на библиотечных карточках. Красавец, красотка, правильно, конечно, трясавец, трясотка, а ведь Semper Duo Faciband Collegium Multiplicationis, не так ли? «Они искали уединения, чтобы взаимно проконсультироваться, обсудить чертежи, выполнить положенные расчеты. Без обсуждения не бывает деторождения, это ясно. Тут я с тобой согласен, мой хлорианчик. Конечно, что-то они проектировали, прежде чем браться за монтаж микроэлементов, а как же иначе? Соорудить разумное существо, твердое оно или мягкое, это не фунт изюму». «Скажу тебе, отче, до чего бы я не хотел дожить?» — дрожащим голосом произнес отец хлориан. «Мысль твоя, преподобный отец, на опасный вступила путь. И еще немного, и я услышу от тебя, что можно плодить потомство не за чертежным столом, опираясь на лабораторное испытание при величайшей концентрации духа, а прямо в постели, без всяких моделей или исследований, вслепую, на ощупь и даже без всякого умысла. Умоляю тебя и предостерегаю. Это не просто нелепицы, это происки дьявола. Опомнись, отче». «По-твоему, у дьявола нет других забот?» — ответил упрямый старец. «Но оставим в покое наука детоделия. Подойди-ка поближе. Я открою тебе тайну, которая, возможно, тебя успокоит». «Вчера я узнал, что трое химикантов из коллоидного института изготовили из желатина, воды и чего-то еще, кажется, брынзы, беловатый кисель, который они назвали студенистым мозгом, ибо он не только решает задачи по высшей алгебре, но вдобавок выучился играть в шахматы и поставил мат директору института. Как видишь, доказывать, что никакая мысль в киселе не удержится, дело напрасное, а ведь святейшая коллегия твердо на этом стоит». Для вас читал Мещеряков Артем.